всем привет продолжаем гулять по улицам петербурга гороховая 61 я пользуюсь данными интернет сити волс сайт прекрасный и ссылкой на книгу ларисы броутман гороховая улица и так девяти сотых годах здесь был построен 5-этажный дом он строился как доходное первый этаж занимали витрины торговых помещений но остальные этажи общем квартиры сдавались этот дом последняя работа техника строителя иван николаевича и ворса он служил в техническом отделении министерства путей сообщения и был гласным городской думы членом городской управы 1790 годах здесь был дворку пса сергея косимцева и его жены дарий и находился деревянный дом о восьми покоях 1804 году дом принадлежал портному михаилу пьер 1821 году этот дом принадлежал мореплавателю капитану первого ранга юрию федоровичу лисянскому знаменитому путешественнику потомки польских шляхтичей юрий и платон лисянский поступили на русской службы при петре правнук юрия и его тезка в 10 лет поступил в морской корпус через три года произведен в городе марины по окончании корпуса мичман юрий лисянский участвовал в морских боях со шведами служил волонтером на английских судах во время сражений французами 1803 году команда шлюпом него капитан командора лисянский отправился вместе с крузенштерном кругосветное плавание знаменитые путешественники знаменитое плавание в 1804 году лисянский обогнул мыс горн побывал у сандичьих островов у берегов аляски открыл два новых острова получивших имена лисянского и грузенштерна и превратился в фронтштадт в 1809 году был уволен в отставку по болезни жена был на шарлотте карловне уроженной баронессе де брюнольд первом браке она была занадворным советником вильгельмом александровичем жандромом которому принадлежал дом на улице чайковского 19 который сейчас называется раньше она была сергиевская улица в этом доме лисянский жил после женивы но потом приобрел свой собственный 1840 годах дом принадлежал купцу ефимову здесь снимали квартиру петрашевцы один из них сергей федорович дуров он происходил из бедных дворян 18 лет начал службу мелким чиновникам писал стихи рассказы очерки познакомился с александром ивановичем пальмом когда пришел в круг петрашевцев пальм тоже писал стихи прозу печатался литературных журналах некоторое время пальм жил вместе с дуровом а потом они решили организовать свой кружок посвященный не социально-политическим вопросам как кружок петрашевского в которого они входили а литературе музыки искусства собирались три раза в неделю вносили взнос 3 рубля на вчера были некоторые петрашевцы достоевский приходил вместе с братом михаилом приходили поэт плещеев жемчужников литератор милюков посещал вечера и глинкой играл новые произведения на заседании читали произведения запрещенные цензуры достоевский читал ходивший в списках знаменитое письмо белинская google ну большинство петрашевцев было арестовано началось следствие по окончании которого был вынесен приговор дуров и пальм были в числе 15 человек приговоренных к расстрелу на семеновском плацу была произведена инсценировка расстрела трех осужденных петрашевского григорьева и мамбели после чего было объявлено решение николая первого большинство осужденных было отправлено на каторгу дурова был дан срок 8 лет но а потом был снижен до четырех пальма приказано перевести из гвардии в армию тем же чином 1856 году на участке существовал трехэтажный дом выходивших главным фасадом на гороховую а в 1874 его владелица была жена обойного мастера александра паловна филиппова кстати владимир шлейн в и ульянов 25 ноября 1895 года после возвращения за границей поселился в этом доме своей комнате он писал матери о своей комнате живу я по-прежнему комнаты не очень доволен во первых из-за придирчивости хозяйки во вторых оказалось что соседняя комната отделяется тоненькой перегородкой так что что слышно и приходится убегать от балалайки которая на духом забавляется сосед не любил балалайку володя ульянов в то время ваниль лишь был занят подготовка первого номера органа петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса газеты рабочее дело в ночь с 8 на 9 декабря при аресте одного из членов союза ване его жандармы обнаружили рукописный экземпляр газеты и в ту же ночь ульянов был арестован в доме на гороховой наш полерной в доме предварительного заключения он провел в одиночном заключении один год два месяца и 20 дней а затем был выслан в сибирь здесь содержал трактир углич купец павел майков был чайный магазин дмитрий леонова здесь находилась фруктовая лавка евстафия иванова и немецкая булочная вильгельма герцельфельда в 1901 году для жены потом снова почетного гражданина дерновой взамен всех старых построек было построено существующее здание здесь был гастроном овощной и вот собственно говоря наверное все про дом номер 61 по гороховой улице все всем пока всем привет пользовался сети волос интернетом ссылкой на книгу ларисы бройтман гороховая улица пока пока до свидания